И всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами снова я, BlacksInfinity, и сегодня у нас на подходе второй выпуск Marvel News. Погнали! Итак, мы этого дождались. Человек-паук киновселенной Марвел был выбран буквально несколько дней назад. Им стал Том Холланд. Лично я доволен выбором. Его актерская игра для его возраста прелестна. Просто посмотрите фильм, невозможно, и поймете. Том, кстати, единственный из претендентов, кто лично проходил прослушивание с Робертом Дауни-младшим и Крисом Эвансом. Он очень понравился Кевину Фагги и Эми Паскалите, сразу приняли решение. Надеюсь, что Холланд докажет это в будущем сольники, которые срежиссируют Джонатан Уатс, фильма «Клоун» и «Полицейская тачка». Первое появление Паучка произойдет в фильме «Раскол мстителей». Это подтвердил Кевин Фагги, давая интервью Голливуд Репортс. На него будет отведено примерно 10-15 минут экранного времени, и он, по слухам, будет на стороне ЖЧ. Но вот недавние рецензии, которые только что появились на Человеке-муравье, на фильм Человек-муравей, говорят об обратном, что он появится уже там, в одной из сцен после титр. Также начались поиски на роль Девушек-паука в КВМ. На титулах Гвен Стэйси и Мэри Джейн главными фаворитами являются Эль Фанинг, Хлои Грейс Морритц, Хейли Стейнфилд и Никола Пельц. Marvel Studios рассматривает Ави Дюрвей, фильм «Сельва», на пост режиссера в фильмах «Капитан Марвел» и «Черная пантера». Но, по многим сведениям, она станет режиссером именно «Черной пантеры». Своё первое появление «Черная пантера» произведет в фильме «Раскол мстителей», где будет одним из главных героев. Источник Спойлер ТВ сообщает, что одним из злодеев одной из частей «Мстителей Войны Бесконечности» станет Магус, темная сторона Адама Ворлока. Сам Адам дебутирует на экранах во второй части «Стражи Галактики». Теперь поговорим о нашумевшей премьере «Человека-муравья», которая произойдет буквально через три недели. Оригинальная оса появится в фильме. Теперь официально. Джанет Ван Дай появится в своем костюме, и мы увидим ее в действии. Также мы увидим, что с ней произошло. Некоторые фанаты предполагают, что мы увидим ее во флэшбэках вместе с молодым Хэнком Пимом. Другие думают, что Джанет выжила путем уменьшения до размеров насекомая и осталась молодой. Ни одну из теорий Файги не подтвердил. Хронометраж «Человек-муравья» будет составлять примерно 1 час 55 минут. Это опубликовали Кинопоиск и АМДБ. К сравнению, «Железный человек 3» идет 2 часа 10 минут, а «Тор. Царство тьмы» 1 час 52 минуты. Также критиками было подтверждено наличие двух сцен после титра, которые выйдут на новый уровень и будут покруче сцен с Таносом и Близнецами. Критики говорят, что в этих сценах будут большие намеки на будущего. Также будут отсылки на Паука. Это подтверждено. Возможно, появление Паука в одной из сцен, как я уже говорил раньше. Ну что, ребят, вот такие вот новости на эту неделю. Через 3 недели ожидаем «Человека-муравья» и, возможно, на следующей неделе тоже новый выпуск Marvel News. Всем удачи, всем пока, береги тебя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok